Тем не менее, я не вижу оснований для того, чтобы давать эту отсрочку. Это было, конечно, печально. И тем не менее, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцын отправил письмо, как раз когда решалась наша судьба официальная, что до 15-го числа этого месяца, который сейчас идет, август, все деньги будут выплачены. И вот мы узнали, информация была накануне, что действительно вся эта сумма, которая необходима была к уплате, предоставлена вот сейчас, она была уплачена. И теперь какая судьба? Теперь такая судьба, что с двух сторон определенные комиссии будут разрабатывать опять наши песни «Хорошала», начиная с начала. То есть это как бы, чтобы культура, культура по отношению к допингу поменялась. И вот когда этот план выхода на эти рубежи будет все-таки сформирован каким-то образом, вот тогда World Athletics даст нейтральный статус атлетов. Но это будет не раньше 30 сентября, а, как мы знаем, 25-го, калиточка под названием «Любые международные соревнования» уже закрывается. И что это значит? Что все-таки нейтральный статус дается до конца этого года, а со следующего года все надо начинать будет по новой. То есть нейтральный статус будет дан, но вот соревнований только не будет. Да, где бы этим нейтральным статусом воспользоваться? А теперь на будущий год, да, в зимнем сезоне, дай бог, наши ребята, может быть, смогут начать. Но тем временем 5000 метров у девочек. Но тем не менее, да. Хорошо, ну, еще будет у нас время поговорить о том о всем. Сифон Хасан нам ее представили, 27-летняя представительница сборной Нидерландов, которая в этом году тренировалась в Эфиопии. То есть там она проводила эту самоизоляцию, связанную с пандемией. Двукратная чемпионка мира на дистанции 1500 метров. Мы прекрасно ее знаем. И воспитанница того самого Салазара, который был в прошлом году отречен от легкой атлетики. Но, правда, в отличие от Всероссийской Федерации легкой атлетики, они на какой-то там виртуальный непонятно какой срок, вообще где конец этого срока вообще непонятно. А тут была вполне конкретная дисквалификация. Много на эту тему мы говорили. Но в любом случае дисквалификация самого Салазара не коснулась спортсменов абсолютно никого. Здесь на кого бы я обратила внимание? Ну, конечно же, на серебряного призера. На Хасан я уже обратила. Здесь очень хороший, кстати, состав. Девчонок-то посмотри. Да, в первую очередь, наверное, на серебряного призера, как ты сказала, Хелена Бири, кинейку серебряного призера Олимпийских игр. Естественно, этот титул, только один титул, говорит нам о многом. Ей 30 лет опыта она уже поднабралась. И как раз для нее комфортнее бегать именно вот такие дисциплины. Серебро на Олимпийских играх она завоевала на дистанции 5000 метров. Я бы еще на эфиопку Гидей, Летесен Берт, на нее бы тоже внимание обратила. Все-таки она серебряный медалист чемпионата мира 2019 года. Правда, на другой дистанции 10 тысяч метров. Но мы прекрасно знаем, что эти две дисциплины сопряжены. И некоторые спортсмены удивительные даже умудряются добиваться Олимпийских золотых наград в двух дисциплинах на 5 и 10 тысяч метров. Естественно, мы имена все их знаем. Ну, кого еще? В Роубере я бы тоже все-таки не сбрасывала. Наверное, наверное. Надо сказать нашим телезрителям, что в принципе в этом сезоне только две спортсменки из этого забега имеют вообще какие-то результаты. Остальные не соревновались. Это у австралийки есть результат 15-20. Ну, конечно, это не очень высокий результат. И вот Джессика Хилл, представитель Австралии, у них, наверное, они успели. У них сезоны же немножко по-другому, нежели в Европе у нас. Они успели пробежаться в турнирах. Вот у двух австралийки результаты есть. Остальные в первый раз в первый класс. Вот будет очень любопытно посмотреть. Ну, Хелена Бири здесь уже в прошлом году выигрывала на дистанции, поэтому все ей хорошо знакомо, за исключением самих дорожек, потому что их поменяли. Да, здесь и конструкция стадиона была произведена, и дорожки немножко, и там по трибунной помещений. Вообще по этому поводу сегодня вот та же князь присутствует. Они здесь наметили даже небольшой фейерверк. Это будет попозже, когда уже стемнеет в Монако. Так что я надеюсь, может быть, мы даже увидим. Но это уже будет по окончании соревнований. Ну, и два пейсмейкера здесь в этом забеге предусмотрено. Гурейра Айспанка и Чибет эту роль здесь исполняют. Ну, вот я смотрю, Гурейра уже, посмотри, уже устает. Ей надо сходить, потому что Чибет ее уже просто нагоняет. Надо уходить, потому что она начинает немножко тормозить. Я вижу, ей тяжело. Ну, а вот Сифан Хасанна никуда не рвется. Она встала там в серединочке этой группы. И так, отмеряя шажки, понимает, как ей нужно разложить силы для того, чтобы все-таки этих сил хватило и на финиш. В том, вступив кому, нашей Марии Лосицкене. Нашей прекрасной, выдающейся, просто выдающейся спортсменке. Единственной в истории прыжков в высоту до трехкратной чемпионки мира на летних аренах. Ну, просто потрясающе, да? И также Юлия Левченко в 2017 году. Кому проиграла? Проиграла, естественно, Мария Лосицкене. И теперь как им вот сопоставить свою готовность? Ведь только с эталоном. А эталон на сегодняшний день – это Мария Лосицкене. Поэтому я думаю, что для них, для самих, чтобы расти, нужен драйвер. Для того, чтобы результаты росли, нужна борьба, острейшая борьба. Все по-разному к этому относятся. Кому-то нужна борьба, и это очень интересно. И эти спортсмены, они и высказывают претензии даже к Мировой Федерации, Международной Федерации Легкой Атлетики по поводу того, что российских спортсменов не допускают. А кому-то интересно совершенно без них и без лишних лидеров завоевывать свои медали. Они считают это абсолютно честным. И не желают, чтобы кто-то куда-то вернулся. Очень по-разному, на самом деле, люди. Все люди разные, по-разному относятся. Конечно, но когда ты слабачок, тебе нужно приехать на соревнования и только лишь выиграть. Да, я не говорю об олимпийских играх, чемпионатах мира. Ну, они себя слабыми не считают. Нет, нет, нет. Я сейчас, я просто анализирую, ну как в третьем лице. Это не касается прекрасной спортсменки Юрия Левченко, Ярослава Могучих. Безусловно. Но когда твоя цель, допустим, выйти? Мы знаем, что прекрасная школа в Болгарии тройного прыжка, начиная еще с Христа Маркова, который сегодня тренирует вообще большинство болгарских девушек. Очень много было у них чемпионок на различных форумах. Смотри, Гидей пока вот уже сошли все пейсмейкеры и пока она очень неплохо продвигается. Она как-то довольно спокойно, свободно начала эту дистанцию и очень пока свежо выглядит. Хотя Хасан, она такая вот сейчас затаилась, она немножечко бежит сзади, пока не выказывается желание выйти вперед и тащить всю эту группу. Ну, посмотрим, чем это закончится. Четыре девушки вот уже оторвались. Ну, надо сказать, что Хасан в этом году заявил о том, что на ближайших соревнованиях она будет бить не то чтобы мировой рекорд, наверное, высшее мировое достижение в беге на час. Да, то есть... Часовой бег. Часовой бег, это не по километрам. Ой, это тяжелое испытание. Тяжелое, но тем не менее она все-таки ввязалась в это испытание. Ну, и мы говорили о том, что, да, у Хасан и на десятке-то тоже, в общем, довольно приличный результат, но и у нее скорость очень высокая, да, поскольку она полуторку бегает, то финишная скорость очень хорошая. Ну, вот сейчас Вейтман, смотри, начала отставать, и Хасан тут же мгновенно сориентировалась, потому что, естественно, отставая британка и ее отсекает от лидирующей группы, и Хасан мгновенно вот перебрала ногами и вышла на пока третью позицию. Хотя вот я сейчас смотрю, ей нелегко. Оль, смотри, немножечко такая гримаска есть, что вот на самом деле ее как раз отличает очень всегда спокойный, да, такой темп бега, и она в конце очень здорово ускоряется. И лицо никогда не показывает, тяжело ей или нет, такой непроницаемый. Сейчас я вижу, ей тяжеловато. Ну, и так пока бежит впереди Гидея, а Березаней, Хасан третья. Ну, Вейтман вот вроде, казалось бы, сейчас готова была отстать, но держится, держится, молодец. Британка цепляется за лидеров, пытается показать результат. Мы в прошлом году, Хасан, конечно, очень восхищались, все, помнишь, думали... Все, сошла, я же говорю, я вижу, ей тяжело, все, это очень на нее не похоже. То, что она начала морщиться, это очень на нее не похоже. Смотри, вот все-таки не хватает именно скоростной выносливости, потому что, да, помнишь, мы еще в прошлом году думали перед началом соревнований, что она выберет полуторку и пятерку, а она-то выбрала полуторку и 10 тысяч метров, да, и стала двукратной чемпионкой мира. То есть совершенно, да, какая разница, показывая, что у нее есть и скоростная выносливость, и скорость хорошая, и потерпеть может, и подержать эту скорость, ну и добавить, если нужно, потому что, если нет финишной хорошей скорости на дистанции 1500 метров, делать нечего. Что показывал, например, Юрий Борзаковский на дистанции 800 метров, да, мы помним этот великолепный его финиш, именно финишем он взял эту олимпийскую награду. Ну а здесь Хасан, не знаю, как она, буквально там через несколько дней будет бежать этот час, все-таки час есть час, это тебе даже не пятерка, да? Я вот смотрю, пока вот уровня готовности, видишь, ей не хватает. Еще так получилось, что и так ей нелегко было, и она еще вот пыталась британку обойти, вот сделала этот перебор, и он очень, видишь, дорого тоже обошелся. Ну пока бьются за победу здесь Гидей с Абири, то Абири выйдет вперед. Вот, я смотрю, ей тоже, тоже нелегко, хотя есть сила, и она вот смотрю, она на мгновение обогнала эфиопку, пыталась выйти вперед, убежать, но не получилось. Ну и вот сейчас все-таки тогда, если есть какие-то трудности, лучше все-таки за ней подержаться. Последний круг, последний круг, по 69 круг они бегут, 13-22 за 400 метров до финиша. Нелегко, нелегко. Ну, хотя Гидея бежит довольно свободно, мне кажется. Да, но она не мучается. Ну и вроде бы как Абири, мне кажется, есть чем прибавить, и вот сейчас, наверное, начнется тот самый финиш, который нам и определит, в какой форме Абири. Ты посмотри, бровку открыла, боже мой. Такая детская ошибка. Но это же надо ошибка, просто ошибка, ну все. И сразу, естественно, вместе вот с этим рывком и силы китай покидаются. Потому что когда с таким напором уже Абири пошла вперед, ну все, любимые соревнования, сейчас она действительно красных и выиграет. Я с тобой полностью соглашусь, все-таки, когда ты бегаешь пятерку и десятку, 22 года маловато, вот маловато. Поэтому такая детская ошибка. А что касается Абири, то она четко, просто смотрела в спину своей конкурентки и искала, дышала в спину, и искала тот момент, когда она наконец-то возьмет чуть-чуть, сделает пару шажочков вправо, а все-таки усталость сказывается, чтобы моментально добавить по скорости и сделать свое дело. Все-таки опыт есть опыт. Как в Формуле-1, да, только чуть-чуть, немножко ослабил бдительность, внимание, и тут же она и этим восползается. Ну что ж, вот это, будем ориентироваться теперь на этот результат, так как ни у кого из девушек, бегущих здесь, не было заявочного результата. 14, 22, 12, это и будет отныне лучший результат в сезоне. Ну и вот все последующие соревнования, уже спортсменки будут ориентироваться на этот результат. Боже мой, смотрю бы, это нам как тяжело. Ну, Хасан, между прочим, на пресс-конференции, предваряющей этот турнир, говорил о том, что честно признавалась, что она, конечно, не находится в той форме, в которой была в прошлом году, когда установила и мировой рекорд на милю, милю, ну и, безусловно, провела просто блестящий сезон, сказала, что пандемия далась, ей очень-очень тяжело, несмотря на то, что она вернулась на свою историческую родину, мы говорим о Голландии, но все-таки это не натурализованный, вернее, человек, а вообще-то она эфиопка, и вот она вернулась на свою историческую родину, и там она проводила подготовку, но этой подготовки не хватило, чтобы побороться с кинейками и же с ними, потому что обилие есть обилие, на нее нужно делать справку. И, может быть, еще она понимала, в какой-то момент она поняла, ведь опытные спортсменки, такие как Хасан, четко контролируют не только свою форму, но еще чувствуют форму своих соперниц, а когда она поняла, что, возможно, проиграет там 50 метров, решила, лучше я сойду сейчас, чем я потом, в общем, это сделаю. Ну, прервемся недодолго и вернемся для того, чтобы посмотреть.